МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свой возрастной и даже территориальный контингент. Самое популярное у белорусов – ВКонтакте. На втором и третьем местах – Одноклассники и Фейсбук. Зарабатывать деньги на контенте, который размещается в социальных сетях, не так просто. Финансовый компонент формируется чаще на собственных сайтах изданий. Но соцсети – это возможность наращивать аудиторию. Например, на страницах групп ВКонтакте или Одноклассников можно публиковать анонсы, выборочную информацию, фрагменты видеосюжетов, а также поддерживать обратную связь. Таким образом, у целевой аудитории появится мотивация увидеть полный оригинальный материал по телевидению либо целиком прочитать газетную статью. Понятное дело, что самопечатное издание уже не всегда может быть не то, что популярно, но пользуется спросом у читателей. Все больше людей обращаются за информацией в интернет, в радио, в электронные СМИ. Поэтому помочь им адаптироваться в этом мире современном, подсказать, может быть, основные пути движения, то, что обратно вернет им читателей, позволит быть более конкурентоспособными и интересными для всех. Продолжился семинар в телерадиокомпании «Гомель». Заместитель директора Дмитрий Денисов провел гостей по студиям. Руководители редакции районных газет узнали, как создаются теленовости, сколько требуется времени на написание и монтаж сюжетов, ознакомились со спецификой работы дикторов и особенностями проведения прямого эфира. Кстати, именно в эфирной студии прошла следующая часть встречи, в которой принял участие председатель белотелерадиокомпании Иван Эйсмант. Он рассказал о том, как сейчас развивается БТРК. Основное внимание – тонкостям взаимодействия печатных и электронных СМИ. Разумеется, на уровне республики проще найти оригинальную информационную нишу, которая бы заинтересовала и телезрителей, и поклонников интернет-версии. Но это могут делать и районные газеты, и некоторые удачно демонстрируют. Например, снимать небольшие видеоролики, проводить стримы, и это сразу влияет на рейтинг издания. Понятно, что в современном медиапространстве ставка на универсального журналиста. Просто уметь писать газетные или телевизионные тексты в сегодняшних реалиях мало. Журналист сейчас многостаночник, который способен постоянно учиться, совершенствоваться, моментально ловить новые тенденции, буквально следовать за своим читателем. Давать информацию правдивую, актуальную, но делать это легко, увлекательно, просто. Но вместе с тем, например, работа в интернет-пространстве, раскрутка своих страниц в соцсетях будет в разы эффективнее, если этим занимается отдельная редакционная команда. Ее задача – контактировать с аудиторией, следить за медиатрендами и мгновенно реагировать на информационные требования читателей и зрителей. Со временем, как я считаю, границы будут стерты, телевидение уже в интернете, и это будет, в общем-то, все станет одной большой массой и не будет иметь такого значения. Но пока, в общем-то, нам всем нужно подумать над тем, чтобы мы там присутствовали в обязательном порядке. Особенно это касается руководителей печатных СМИ. Перед ними большой, так сказать, выбор – закрыть печатную версию, может быть, уйти в интернет. Не хотелось бы все-таки, чтобы это случилось, потому что газеты есть газеты. И еще один важный акцент – в погоне за рейтингами некоторые СМИ не гнушаются фейковыми новостями или громкими провокационными заголовками. Но надо помнить, что даже самый состоятельный рекламодатель не доверит рекламу своих товаров или услуг изданию, которая правдивость и объективность подачи новостей ставит далеко не на первое место. Марина Джалла, Валерий Габанько, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин